На торжественный запуск оборудования и открытие нового цеха на Лобинском МЭЗе приехали замминистра сельского хозяйства Краснодарского края, глава района, глава городского поселения, депутаты Законодательного собрания края районного городского советов, а также генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью МЭЗ Юг Руси Владимир Бартенев и генеральный директор ЗАУ Тихорецкий элеватор спецстрой, который занимался строительством цеха. Александр Сачков отметил, что в Лобинском районе стала хорошей традицией открытие новых цехов на предприятиях, освоение новых видов деятельности. Радует, что сегодня в России каждая третья бутылка подсолнечного масла произведена на Лобинском заводе. Сегодня еще один такой факт очень серьезный, что Лобинск стал одним из инвестиционно привлекательных городов, где развиваются такие мощные производства, как Лобинский МЭЗ, молочный комбинат, другие предприятия, которые уже сегодня имеют достаточный уровень признания в России. И каждый раз приятно очень осознавать то, что инвестиции и капитал находят хорошее и доброе понимание со стороны лобинчан. То есть идет активный процесс вложения в экономику города и района. Стомность данного инвестиционного проекта составила 270 миллионов рублей, купится он за два года. Но уже сегодня можно говорить об экономической выгоде собственного производства преформ. Не случайно этот проект реализован в Лобинском районе. У Лобинский МЭЗ одно из передовых предприятий, которое все время развивается и идет в ногу со временем. Именно в такие предприятия и нужно вкладывать инвестиции. Здесь установлено самое мощное оборудование, которое выпускает 2 миллиона изделий в месяц. Этот проект позволит создать высокотехнологичные рабочие места и, соответственно, позволит внутри холдинга решить проблему поставки ПЭД-преформы для всех предприятий. С сегодняшнего дня мы внутри холдинга обеспечиваем наши потребности только за счет собственного производства. Соответственно, и проект этот имеет значение не только для Лобинского или для Краснодарского края, хотя и два других завода холдинга Юхруси, которые расположены на территории Краснодарского края, тоже будут получать преформу отсюда. Но эта преформа пойдет на два предприятия холдинга в Воронежской области, на одно предприятие в Белгороде и крупный формат, крупная преформа пятилитровая пойдет в Ростов. Этот инвестиционный проект попадает под федеральное и краевое субсидирование. Полученные финансовые средства будут направлены на развитие предприятия и увеличение налогооблагаемой базы муниципалитета. Денежные средства, которые будут выделяться из федерального бюджета, они однозначно будут потом, соответственно, в соответствии с поступающими заявками предприятия, будут субсидироваться и потом направляться опять же в дальнейшем на производство. То есть получится, что деньги из федерального бюджета через субсидирование будут попадать в доходную часть бюджета района, соответственно, и на развитие социальной сферы района. То есть это проект достаточно значимый. Нужно ответить, что строительство цеха завершилось в прикурно короткие сроки. С июля по декабрь 2013 года подрядная организация «Зао Тихорецк Элеватор Спецстрой», а также службами филиала «Алабинский МЭС ООО МЭС Юг Руси». Сегодня стоит очень остро вопрос с упаковкой. Производя экологически даже чистое масло, можно налить его в упаковку, которая не будет соответствовать никаким стандартам. И, соответственно, престиж фирмы и престиж этого масла резко упадет. Поэтому именно была выбрана эта уникальная установка, началось строительство этого объекта с тем, чтобы обеспечить полный замкнутый цикл этой работы. И, соответственно, поручиться гарантии именно качества масла. Новый цех способен ежедневно производить готовые преформы емкостью 1,5 литров по 700 и 130 тысяч соответственно. Это позволит обеспечить необходимый запас заготовок для производства фасованных масел не только для собственного производства, а также для предприятий холдинга группы компании «Юг Руси». Это филиал масложиркомбината «Краснодарский» и акционер новшества «Алузский комбинат растительных масел». Преформы производятся на импортном оборудовании фирмы «Хаски» из Люксембурга из полимерного сырья, что позволяет говорить о высоком качестве тары. Производственный цикл состоит из трех основных стадий – подготовки, сушки сырья, производства преформы и упаковки готовой продукции. Новый цех – это новые рабочие места. Пока в нем работают 19 человек, количество специалистов увеличится до 25. Модернизация предприятия продолжится. Я думаю, что это первый шаг в плане собственного обеспечения расходными материалами, в частности, для выдува и производства бутылки и, соответственно, производства растительного масла в упаковке. Я думаю, что уже с генеральным директором определены планы по установке оборудования по производству собственной пробки, далее ручки для бутылок 1,8 литра, которые мы выпускаем. Кроме этого, конечно, у нас большая инвестиционная программа, которая была начата в прошлом году. Это у нас модернизация линии рафинации «Альфа-Лаваль» с применением ледяной барометрической воды, далее реконструкция цеха гидротации с получением фосфатидного концентрата, более высокого качества, и который пользуется на рынке, и совершенно иная ценовая политика, более высокая будет. Кроме этого, планируется реконструкция паровосилового хозяйства с установкой котла-утилизатора и электрофильтров для очистки дымовых газов, что позволит существенно улучшить экологию и всякие потребления, прежде всего, газа. Это в экономическом плане сыграет на себе стоимость выпускаемой продукции. Кроме этого, у нас много разработок вместе с дирекцией по новым технологиям. Это внедрение мембранной технологии при отбелке растительного масла, что улучшит качество и снизит потребление отбельной земли. Далее мы продолжаем внедрять безотходные технологии с тем, чтобы как можно больше использовалось и в дальнейшей переработке отходы производства. Поэтому в плане научно-технического прогресса и развития нашего предприятия мы эту работу продолжим и в дальнейшем.